Кто-то написал в комментарии, а, видать, до упокоя, не упокоя, доходит помаленьку, что за метлой следить нужно. Какие пиздецы, у них ничего нет, ни свидетельства, ни удостоверения, ни приказа, вообще ничего нет. Предоставляют приказ, что структурное подразделение города Сургут устроено, а в Сургуте нет такого подразделения. Куда он устроен? С какой зарплатой? Ну и с чем? Чтобы разобраться в этом вопросе, он вообще сотрудник, журналист или он просто частное лицо, который, пользуясь, возможно, в корыстных целях законом о СМИ, использует пси-доним, чтобы искрыть свою личность, чтобы на него никто не мог подать в суд. Вновь придумать несуществующую секту живых человеков. Это организация экстремистского сообщества. Мы сталкиваемся с новым видом мошенничества. Данный вброс был сделан с целью вымогательства последующего денег. В ПНД предлагали «перепиши на нас квартиру, и я сам тебя отсюда выведу». Известного доктора шантажировали статьями в СМИ. Вам было понятно? Кому вам? Антон, Булгаков, Николай и этот факт. По принципу родноправия я предоставил паспорт. Можно ваш увидеть? Судья Тихонова отказалась показать свой паспорт. При этом судьи носят черные мантии, похожие на другие мантии, и вместо Конституции ссылаются на Библию. Среди предусмотрены на жилье-техождение. Так кто сектанты? В Викторинбурге пришли уже два адвоката. Они только глядывались, чуть шею не свернули. Кто там, кто там? Булгаков, адвокат дьявола, ты понял меня? Слово «секта» – это направление движения людей, которые не согласны с чем-либо. Пять раз возразило в ходе судебного заседания. Получается, сама себя записала в сектанты, что ли? А почему вы тогда не придумали новую секту, лидер секты, возражающий адвокат? И новый ответчик – Карчий Евгений Николаевич. Седаним не упокоит. А будьте добры, представьтесь, пожалуйста, вы Евгений не упокоит. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Ни удостоверение журналиста, ни редакционное задание, ни устав. Кидается телефонами в сотрудников суда. Ребята, ну вы же нарушаете закон, я журналист, так и так. Вообще, имеет ли он право использовать псевдоним? Не упокоит. Ответчики признали наличие личной неприязни, Карчий. А что это за журналист, который стесняется? Вот удостоверение журналистов. Принят на работу на безоплатной основе. Там не указана сумма, а зарплату скрывают. То есть они хотят сказать, что он безоплатно трудится, как и я. Не упокоит Евгений, тоже признавался, что он живой человек. Вы человек? Фу, египет. А живой? Да, скорее всего. То есть вы из живых человеков? Я, в принципе, человек. Так он что, тоже сектант, что ли? А почему он сам себя не называет сектантом? Ну я думал, что не упокоит, придет, но он не пришел. Понимаю, что если камеры выключат, отбить начну. Слово «секта» носит нейтральный характер. У меня возражение. Можно любого назвать сектантом, что ли? Всеобщая декларация прав человека и статья 2 Конституции РФ. И получается, что, отменять надо? Что секта является высшей ценностью? Это абсолютный абсурд.